Ребят, всем привет! Вы на канале Криптофилы, меня зовут Коля, и сегодня мы с вами обсудим скролл Майонет. Он запустился буквально 4-5 дней назад, до этого достаточно продолжительное время работал в тестнете. Я про тестнет вообще практически ничего не рассказывал, потому что не видел в этом смысла. Но скролл Майонет вышел, получилось достаточно интересно, достаточно громкий анонс, экосистема уже полна разными продуктами, и мы это, кстати, обсудим. И обсудим, конечно же, чем отличается скролл от других L2 решений. Ну и, конечно же, я вам сразу же расскажу про маршрутик, который поможет вам активировать ваши аккаунты, не прям прогреть их полностью для airdrop, но просто пока что активировать, потому что экосистема развивается, проекты появляются, и пока что тяжело придумать оптимальный маршрут. Плюс газ не такой дешевый, как хотелось бы. Погнали! Что вообще такое скролл? Скролл — это L2 решение для соберывания эфира. Ребята на сайте пишут, что это L2 сеть, построенная эфировскими разработчиками для эфировских разработчиков. Это, кстати, достаточно важный момент, мы про это еще с вами поговорим. В принципе, ребята подняли, по-моему, где-то 80 миллионов долларов. Достаточно крутые фонды, не знаю, указаны они тут или нет, но там всякие, по-моему, даже хоровицы, там, Polychain Capital и прочие, они 80 миллионов проинвестировали сюда. На OTC скролл уже там продают по 1,2 миллиарда, то есть капитализацию миллиарда они уже превысили. И то, что касается именно самой технологии, чем же она отличается от других L2 решений? Мы знаем, что скролл построен на ZK Rollup, и нам было бы интересно сравнить вообще, почему скролл лучше ZK Sync, ну или почему там хуже ZK Sync. И, допустим, еще Polygon, ZK EVM. Все-таки это тоже ZK Rollup, чем вообще они отличаются? Про оптимистик Rollup мы говорить не будем, в этом не вижу смысла, но именно ZK Rollup. Чем скролл лучше? Сейчас будет немножко про технологию, если тебе эта часть неинтересна, то можешь ее пропустить и перейти сразу к прогреву аккаунта. А мы пошли изучать технологию. Я достаточно много материала посмотрел по скроллу, и на мой взгляд, самый лучший видос – это скролл, скейлинг, эфириум, взрывлапс и зиро научпруфс. Вот этот видос, ссылочка на него будет в описании. Это презентация скролла на эфириум глобал. Достаточно интересно, вот Дэниел Хельм, я не знаю, какую конкретную позицию он занимает в скролле, но он достаточно интересно сказал про скролл. Он также еще рассказал много всего про роллапы, про текущую проблему, про различные эти трилеммы, трилеммы масштабируемости, техническую часть, но он очень простым языком это рассказывает, тут все достаточно понятно. Рекомендую видос посмотреть от начала и до конца. Но мы с вами поговорим конкретно, чем же отличается скролл от ZK-Sync, и там полигон ZK-VM и так далее. Смотрите, в чем суть. Понятно дело то, что он быстрый. Конечно, он там решает проблему масштабируемости эфира, экономит кучу денег на газ, там 3 секунды создания блока. Он построен, конечно же, на вижене эфириум комьюнити. Чем же отличается скролл от других ZK-роллапов, а конкретно, допустим, от ZK-Sync? В ZK-Sync у вас немножко другой опыт у разработчика. То есть видите, тут ключевая особенность – это девелопер экспириенс. Когда разработчик приходит в ZK-Sync, он понимает, что в принципе по языку программирования ZK-Sync он сопоставим с Aliti, понятное дело, но как только разработчик хочет скомпилировать смарт-контракт в экосистеме ZK-Sync и их EVM, то ему необходимо по факту его переписывать. Но как только разработчик приходит в скролл, байт-код, вот этот байт-код-эквивалент, вот этот байт-код, который получает разработчик, когда он компилирует контракт в скролле, он совпадает, L1 Mainnet Ethereum совпадает с байт-кодом скролла. То есть разработчик значительно быстрее сможет скомпилировать тот же самый смарт-контракт, который у него есть, допустим, на Ethereum L1, он может очень быстро перенести это в скролл, буквально в несколько кликов, потому что байт-код совпадает. И это как раз и позволяет сделать пользовательский опыт у разработчика максимально-максимально плавным и максимально быстрым. Поэтому это достаточно большое и интересное преимущество, которое есть у скролла. И именно это преимущество, скорее всего, и позволило им буквально там за считанные дни просто экосистему возрастить до огромного количества приложений. То, что касается ZK Sync, я думаю, помните, когда ZK Sync Era запускалась, там приложения очень медленно как-то появлялись. А тут ребята просто клепают друг за другом уже все, Mainnet, 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 все уже активно, можно реально пойти, потыкаться. Все уже практически есть на Mainnet. Это достаточно интересно. И, в принципе, это особенный скролл, он действительно ему дает некое такое преимущество, что в плане анбординга разработчиков, разработчики быстрее создают продукты, быстрее их деплоят на скролле, переносят их с L1, там, в других, может быть, сетей тоже в скролл. И за счет этого они и быстрее могут заанбордить юзеров именно в скролл, потому что быстрее создаются проекты, быстрее анбордятся новые юзеры. Все, давайте перейдем из технологической части, уже пойдем дальше и будем непосредственно заводить деньги в скролл и тыкать первые проекты. Я уже по классике создал отдельную табличку, которую вы также сможете использовать. Ссылочка на таблицу будет у меня в Telegram канале, а ссылочка на мою телегу уже будет в описании под видео. Переходите в Telegram, там вы, конечно же, найдете сразу же эту табличку, и в ней будут все проекты, которые мы сегодня с вами затронем. Затронем достаточно много проектов, там, 4 моста, там, практически 10 сваповок, лендинги, NFT-шки, дешевые транзакции. Все это с вами сегодня прокликаем. Смотрите, в чем суть. Уже есть несколько мостов, которые можно использовать для бриджа, там, с вообще других, там, L2 решений, с L1 тоже можно бриджить. Но есть вот основной мост, мост скролла, вот скролл бридж. Тут комса примерно будет 3,5-4 доллара. Достаточно высокая комса даже при низком газе. Он, я думаю, немножечко перегружен. Арбитр, примерно будет 2 доллара комиссия. Я уже это все сделал, и поэтому вам показываю такие комиссии. И у Арбитра, кстати, еще есть вот на Galaxy тоже квест, можете его тоже пройти, лишний не будет. Появился еще также мост Олто. Я никогда с ним раньше не сталкивался. Первый раз его вообще увидел именно для бриджа в скролле. Сейчас он прогрузится. И, в принципе, на Олто тоже можно бриджить, но тут все равно комиссия будет не самой лучшей. На мой взгляд, самая лучшая комиссия, исходя из моего опыта, это Рина. Рина, как они вообще написали, что они там, типа, аннулируют комиссию, что все, типа, бесплатно для бриджа в скролл. Поэтому мы с вами будем использовать Рина, и я вам советую именно использовать Рина, если вы хотите просто активировать свои аккаунты уже сейчас. Не фармить дроп, а просто активировать аккаунты, чтобы в дальнейшем уже прогонять по более длинному маршруту. Поэтому обязательно заходим в Рина и бриджим через Рина. Именно сейчас мы с вами это и сделаем. Подключаем кошелек. Тут нужно все это аутентифицировать. Все, кошелек подключили. Теперь будем переносить средства. Давайте будем переносить. Давайте zk.sync.r перенесем 9 баксов. Думаю, никто не обидится. Как раз еще и прогреем аккаунт в zk.sync.r. Ну, будем переносить, примерно, нет, не 16 долларов. Давайте, ну, вот, 0,08. Давайте 0,07. Да, 11 долларов будем переносить в скролл zk.sync.r. Ревью бридж. Все, у нас будет комиссия всего лишь 20 центов. Ну, и комиссия еще самой сети, но там она малюсенькая. Переключаем сеть. Так, у нас прошла ошибка. Нужно попробовать еще раз. Скорее всего, это потому, что я какие-то одобрения, может, не поставил. Сейчас посмотрим. Там нужно какие-то опробы было сделать в Рино в начале. Все, нажимаем review bridge. И bridge funds. Начинаем бриджить. Нужно дать опроб. Опробуем все. И отправляем в bridge. Все, транзакция прошла. И ждем. Достаточно быстро все уже прилетит в скролл. И будем сейчас вот эти вот 10 долларов потихонечку там какие-нибудь транзакции тестировать. Сейчас уже перейдем к свапалкам. Тут, в принципе, свапалки, я их поделил на две таких категории. То есть, одна категория – это свапалки надежные, которые, в принципе, работают там в ZK Syncary уже. Тоже на ZK Rollup. И эти свапалки, вот, я их поделил тут. И примерно комиссию написал. Но это комиссия на пике, я сейчас думаю, будет дешевле раза в два. Но на пике была такая комиссия. Плюс вомбат. Достаточно интересно то, что они тоже внедрили скролл. Это мы, кстати, отдельно обсудим. И вот эти вот свапалки, они новые. Но при этом в них есть некие интересные штуки. Я вам про них, кстати, расскажу. Да, и я их выделил, в принципе, все желтым. Потому что они сомнительные. Я в них свапы делать не буду. Но к ним можно присмотреться. Потому что в дальнейшем они все-таки могут разрастись. И обсудим, конечно, еще лендинг. Все, денежки мы получили на скролле. Давайте перейдем к свапам. Но будем. Давайте свапать ради примера на SYNC-свапе. В принципе, он вам знаком. Сделаем один свап там. Остальные свапалки, если хотите, вы уже там сможете сами просвапать. Я думаю, это все вам вообще знакомо. Вы все прекрасно понимаете. Из предыдущих видосов мы это 10 раз все обсуждали уже. Когда делали обзор на ZK SYNC R. На StarkNet. Нет, все, все, все. Мы с вами уже обсуждали несколько раз. Так. Смотрите. Вот тут мы заходим и делаем обычный свап. Ну, давайте вот такое количество поменяем на USDC. В принципе, я думаю, ликвидность тут пока что немного. Не советую ни в коем случае менять большие суммы. Наша сейчас с вами задача прогреть кошелек. И в принципе, вот видите, сейчас 0.17 центов. 17 центов по факту сейчас комиссия. И это, конечно же, не 0.7, но на пике была 0.7. Поэтому я вот тут напишу 0.17, а вот тут оставлю все-таки 0.7. Пусть тут будет 0.7, чтобы понимали именно пиковую комсу. Вот у нас пошел свап. Учитывайте то, что ликвидности тут немного. Будьте аккуратны, чтобы не потерять на какие-то там проскальзываниях, еще чем-то. И в принципе, если вы хотите уже на текущем моменте закончить, вы можете, правда, закончить на текущем моменте. Вы можете сделать один бридж и сделать один свап. Вот через длинный делаете бридж и делаете один свап. Все, ваш аккаунт активирован уже. Если вы не хотите сейчас тратить деньги на комиссии, может быть, вы хотите разработать софт и потом уже софтом все это прогонять. Подождите, не обязательно делать сейчас все эти остальные проекты. Вы можете сделать два вот этих вот свапа и уже просто ждать, как система разовьется, появятся какие-то более прикольные маршруты, более прикольные проекты. И вы можете немножко уже скролл отложить. Но все равно в данном видео расскажу именно про интересные проекты, которые нас в дальнейшем ждут. Скорее всего, их развитие будет в рамках скролла. Мы это, конечно, тоже обсудим. Но все-таки, если ваша задача просто прогнать и активировать кошель, все, вы на этом можете заканчивать. Мы с вами сделали сейчас транзакцию SyncSwap. SyncSwap и будем уже переходить вот к этим новым интересным DEX. SyncSwap и там ничего не будем, но их проанализируем. И также хочу еще остановиться отдельно на Wombat. Wombat, думаю, многие из вас знают, что это, в принципе, такой DEX на BNB. Изначально он был сделан на Binance Smart Chain, на котором можно практически с минимальными комиссиями, да даже не с комиссиями, просто с нулевым slippage'ем менять огромное количество стейблов. То есть там миллион USDT, хоть можно поменять на миллион USDT в BNB-сетке, вообще практически без каких-либо потерь при помощи Wombat. Там очень низкие проскальзывания. Но самое интересное, что Wombat очень легко сразу же появился на скролле. И заметьте, Wombat нету там на ZK Sync, на какой-нибудь там StarkNet, всякой другой прочей фигне Wombat нету. Они появились на скролле, потому что именно возможность, скорее всего, скролла очень легко, за счет там переноса байт-кода, сразу же деплоится на скролле, она позволила Wombat сделать практически моментально. И что вам конкретно рекомендую по Wombat? По Wombat вы можете, конечно, тут послапать, но ликвидности тут пока что никакой нет. И мне нравится, что на Wombat можно добавить ликвидность. Это надежная слапалка. Она уже существует достаточно давно на BNB, на Arbit, именно на эфире. И советую все-таки вам присмотреться еще к скроллу. Тут в пулах очень хорошая доходность сейчас. Ликвидности тут вообще практически никакой нету, вот тысяча долларов лежит. Но при этом я уверен, что Wombat это надежный проект. Даже если что-то будет там с пулами ликвидности Wombat на скролле, о чем я достаточно сильно сомневаюсь, то Wombat, в принципе, возместит, потому что в проекте, я уверен, что есть достаточно хорошая доходность там на BNB, там большие объемы проходят через BNB-сеть. И Wombat я доверяю. Если вы хотите разместить свои стейблы, то вот присмотритесь к этим пулам. Это такая небольшая альфа, то, что я нашел, то, что мне нравится конкретно в Wombat. Сейчас мы совершать тут никаких свапов не будем. Перейдем еще к другим интересным проектам, которые есть уже в скролле. Вот тут вот эти вот сваповки, которые молодые, вообще незрелые, выглядят очень странно, но при этом интересно. Давайте начнем с панк-свапа. Панк-свап интересные ребята. Просто скопировали весь интерфейс панкейка, скорее всего, полностью. У них тут даже рекламка щитков идет, которые в скролле только появились. И у них есть свой щиток уже. Это панк-токен. Сейчас у него FDV всего 65 тысяч. Ликвидность, кстати, на 53 тысячи. Он тут пампился вверх-вниз. Там, типа, его, может быть, кто-то уже практически скамил его. Тут они реально взлетали на 500 процентов, потом падали вниз. Если вы любите торговать щитки, то присмотритесь вот к этому щитку. Может быть, ребят, действительно что-то получится. Ну и все-таки тут ликвидность, понятно, она не огромная. Но 53 тысячи при FDV 65 тысяч вроде бы выглядит достаточно интересно. Сваплоку я их не тестировал. Она тоже достаточно классическая. Я больше смотрю за токеном. Может быть, я его даже прикуплю на 100 баксов. Посмотрим. Может быть, X10 стрельнет и будет тысяча. То есть, раскачать FDV до полумиллиона, я думаю, у них может получиться. Это то, что касается панк-свап. Остальные, вот вольтаж-свап, вообще мне он не особо нравится. Очень странно выглядит. Никаких ссылок даже на социальные сети нет. Этих я скипнул. Следующее. Уиллсвап. Прикольные ребята. Они задеплоились на скролле, но тоже нет ссылок на социальные сети. Ну вот есть ссылки на социальные сети, но они пустые абсолютно. Ни на команду, и ни на что другого ссылок нет. И мне как-то не очень заходит вот такой сайт. Сайт, короче, мне их визуал просто не понравился. Я даже их Dex тоже не тестировал. Дальше пошло уже интереснее. Это LuigiSwap. Прикольное название, что это Mario и Luigi+. У них есть две сети. Они уже работают на OP, BNB, и на скролл-майонете уже запущены, работают. Тоже интересно. Две сетки, две молодые сетки. Можно потестировать. Может, у ребят еще что-то и запустится. В ближайшее время, например, лаунчпад. Как бы на лаунчпаде, может быть, получится поймать какие-то иксы на первых щитках, которые будут на лаунчпаде размещаться. Так что присмотритесь, лаунчпад, LuigiSwap. Еще вот эти ребята, они запустили скролл тоже. И это Sanctuary Exchange. Типа пишут, что не самая таинственная сваплка на скролл. Звучит смешно, но в целом у них, по-моему, кроме скролла еще что-то есть. Вот я смотрел их. Да, я смотрел их Твиттер. Это про Куиллсвап. Вот в Куиллсвапе, кстати, еще есть, кроме скролла, у них еще есть Zeta. Так что учитывайте, если хотите в Zeta сделать какие-то транзакции, то можно тоже через Куиллсвап это сделать. А вот эти вот ребята, которые самые таинственные в скролле, посмотрим, что у них тут. Но вроде бы ничего интересного. Они просто пишут, что они самые такие таинственные и все. Вот, the most magical DEX launchpad. Скорее всего, у них будет еще свой launchpad, поэтому можно к ним смотреться в плане launchpad. То есть вот эти ребята и Luigi, это launchpadная история. Тут еще есть Zeta Chain, а на Luigi еще есть OP BNB. Вот эти вот три сваплки, они достаточно интересные. Voltage вообще лучше за них не следил, у них вообще пусто, ничего нет интересного. Но еще Punk Swap выглядит классно в плане того, что у них уже есть свой токен с какой-то ликвидностью, каким-то FDV. И вроде его там кто-то покупает, продает. Так, вроде бы все, что касается сваплок. Мы, в принципе, тут ничего не свапали. Тут везде комиссия будет 0.17, на пике может быть 0.7 доллара. Но спокойно свапайте. Вот на первых пяти точно SyncSwap, Izumi, SpaceFi, Skyborn и CyberSwap. Ребята надежные. Там можно уже свапать. Понятно, не объемы, но копеечки какие-то можно. Поехали дальше. Лендинги. Кодж Файнанс. Кодж Файнанс – обычный лендинг. В принципе, все работает так. Депозитите какой-то баланс и можете сделать бору. В плане депозита тут есть вот такая возможность. Но тут еще не нет вообще возможности депозитить стримы. Если вы хотите взять что-то в заем, то вы можете, в принципе, в плане колледжера задепозитить еще USDC. Вот. Я могу вот задепозитить USDC. Допустим, 0.1 USDC я депозит еще. Посмотрим, сколько тут будет комиссии. Мне кажется, она тоже достаточно низкая. Там может быть 10 центов, 15 центов. Что, в принципе, более-менее нормально. Так. Оп. Ой, нет. Это не тот кошелек. Все, подключились. Давайте колледжер. Пока что она не видит, похоже. Давайте аппроф дадим. Аппроф. Да. Да, все нормально. Тут кошелек подключился. Все, аппроф дали. Закидываем в колледжер. Вот, в принципе, тут вот 12-15 центов транзакция. Все окей. Давайте запишем это сюда еще в табличку. Ну, там суммарно за одну транзу можно там 0.15 долларов. Оставить. Погнали к NFT. С лендингом, в принципе, все понятно. Но он выглядит достаточно сыренько. Поэтому с ним аккуратнее. Не давайте больших опробов. Лучше отзывайте это через ревого кэш. NFT. NFT выглядит достаточно прикольно. Уже есть 5 NFT, которые можно сминтить. Я их там по чатикам, различным каналам нашел. Вроде бы более-менее выглядит неплохо. Погнали посмотрим. Вот, CBills Only. Это какая-то коллекция, просто созданная сибилами. Скорее всего, как раз тоже для активации аккаунтов. Она стоит копейки. Сейчас будем открывать сразу же все остальные. Вот коллекция. Она выглядит вот так. Анимация прикольная, кстати. И можно сминтить одну штучку по цене 0.0016. Это примерно тоже 10 центов. То есть вы платите 10 центов за транзакцию и 10 центов за минт NFT. Но у меня суммарно сейчас 0.37 уйдет. 0.37-0.3. То есть, если вы будете минтить вот эти все 5 NFT, то у вас на каждую идет, ну давайте напишем, примерно по 0.3. И суммарно на 5 NFT вы потратите 1.5 доллара. И я думаю, это более чем нормально. Не какие-то конские комиссии. Ну, фричных NFT пока что тут нет. Но есть еще ребята на Меркли. Они сделали бридж, где вы можете бриджануть. Сначала сминтить, потом еще бриджануть NFT-шку и скролла в другую какую-нибудь сетку, там, L2, например. Давайте вот в оптимизм будем бриджить. Я сейчас сминчу. Все это на Layer 0. Минтим, в принципе, 5 центов комиссии, но при этом NFT-шка сама еще что-то стоит. Они про это не пишут и с нас снимут 70 центов. Все, бриджим. Бридж тоже будет стоить в районе бакса. Поэтому это не самое дешевое удовольствие. Видите, 1.34. Я потрачу тут. То есть у меня суммарно на эту всю движуху ушло 2 бакса. Ну, тут еще подскочил газ, стал 22. Но там на среднем газе будет примерно 1.5 доллара, а не 2. Так, это то, что касается этой истории. Вот. Про NFT пока что все. Ничего нового, ничего интересного. Там супер-пупер уникального по NFT-шкам я не нашел. Все вот эти вот 5 коллекций, которые есть, это просто комьюнити, создали по фану какие-то коллекции, которые можно просто поминтить. Не более. Каких-то проектов нет. Пока что нет. Демейл. В демейле мы набиваем по классике уже транзакции. Демейл, ребята, молодцы. Быстренько адаптируются. Сразу же понимают, что им нужны фармеры дропов. Им нужны комиссии, чтобы показывать это все инвесторам. Говорить, какие мы самые лучшие, самая лучшая децентрализованная почта в мире. Как мы всем нужны. Без нас ведь никто не справится. Короче, в чем суть? Подключаем кошель. Все, кошельчик подключили. И можем... Сейчас, а тут какая у меня сеть? Да, сеть скролл. У меня тут уже сгенерировано вроде что-то. Хотя нет, на этом аккаунте вроде ничего еще не сгенерировано. А для начала нам нужно просто скрафтить свой доменчик. Я думаю, вы это уже все делали, если прогоняли какие-то активности. Вот, все, крафтим свой домен. Ну, не домен, а свою почту. Вот. За бесплатно. Погнали. За ноль эфира. Вы сразу же сделаете транзакцию, потому что у вас по факту это сменится. Это ваша почта. И 2 цента сегодня что-то транзакция, то есть чистое копье. И можете также на NFT-маркетплейсе, о, не на NFT-маркетплейсе, а в личном кабинете привязать. Привязываем тут наш почтовый ящик, только что созданный, к аккаунту. Все привязали. И можем отправлять любое сообщение, кому угодно, там, mail.com, вообще, кому угодно, куда угодно. Отправляем сообщение. И оно будет стоить тоже где-то там 2-3 цента. Так. Это то, что касается димейл, децентрализованной почты. Возвращаемся в нашу табличечку. Тут вообще у нас получается одна транзакция стоит 0.002. Чистое копье. Обожаю димейл. Спасибо большое. Вот. Мы с вами посмотрели, я не знаю, ну, 20 проектов, наверное, мы с вами обсудили. Больше 20 проектов обсудили в рамках скролла уже существующих. Там NFT тематика, лендинги, свапы, мосты тоже затронули. И еще хочу вам показать дюну по скроллу. Вот она. Там, в принципе, пока что никаких супер-купер значений космических нет. Все пока что маленькое в плане объема, в плане транзакций, в плане количества кошельков. Ну и вся экосистема скролла. Тут тоже будет ссылочка. Мы этот сайт с вами смотрели. И табличка будет выложена, как я и сказал, у меня в телеграм-канале. Будем уже потихонечку завершать. И вот напоследок как раз глянем статистику по скроллу. 13 дней, по-моему, уже активный получается Мейнет. Да, 13 дней. Уже там 7 тысяч эфира практически забриджили. Получается это, да, 10 миллионов. Быстренько все растет. Понятно, что рост такой экспоненциальный. Многие хотят протестировать. И все, вроде, да, тут больше ничего интересного нет. А уже 23 тысячи уникальных адреса совершили какую-то транзакцию в скролле. Поэтому мы достаточно рано. Советую вам просто пока что активировать свои кошельки внутри скролла. Это можно легко сделать через транзакцию на Рина. Рина и плюс какой-нибудь свап сделайте минимальный. На Рина делайте из разных сетей, там, сетки, там, какой-нибудь Polygon ZKVM, Арбитр, Арбитрум, там, Оптимизм. Все вот это вот делайте через Рина, с любой сетки переносите. ZK-Sync R тоже закиньте, чтобы как раз на ZK-Sync транзакцию сделать, прогреть. Поэтому, в принципе, как хотите, можете сделать коротенький маршрутик из двух реально шагов и уже активировать кошель. Все остальные проекты пока что берем на карандашик. Можно, конечно, прямо сейчас приступать прогревать аккаунты. Но я бы пока что за этим не нанялся, просто посмотрим, понаблюдаем, может быть, появятся еще более интересные проекты с дешевыми транзакциями. И именно там мы сможем именно крутить наши мульты. Будем на этом завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, оставляйте объективный фидбэк в комментариях. Заходите на мой телеграм-канал, там куча крутого материала. Всегда рад вас там видеть. Субтитры сделал DimaTorzok